В Видновском крае производили топливо еще несколько столетий назад. В 18-19 веках это был древесный уголь. Березы рубили тоже в районе нынешнего МОЗ Кокса. Спустя годы на этом месте выросло животноводческое хозяйство. Но в 1935-м советское руководство выбрало поселок для строительства нового масштабного предприятия – Коксогазового завода. Из примерно 12 пунктов перс судьбы упал на пункт номер 9. Как раз это было поселок Видное. И в результате началось строительство именно здесь. Почему? Потому что здесь идет удобное Каширское шоссе. То есть здесь не нужно было подъездные пути какие-то строить. В задачи предприятия входило не только производство кокса для металлургических заводов, но и выработка побочного продукта – газа для снабжения столицы. Однако в грандиозные планы вмешалась война. Не успев достроить и запустить завод, многие рабочие отправились на фронт. А оставшиеся перестроили предприятия под военные нужды и трудились на благо общей победы. Были герои. Это была целая бригада наших рабочих и работников с Коксогазового завода, которые ушли на фронт. И занимались они удивительной совершенно работой. Помимо того, что нужно было вместе с войсками, точно так же, совершая свой ратный подвиг, продвигаться дальше к победе, они еще занимались таким понятием, как наведение понтонных мостов. В это время был здесь ремонтный цех по ремонту авиамоторов. В городе Вином шли такие же воздушные бои, как над всем Подмосковьем. И каждый раз наши рабочие смотрели и думали, чтобы наш ястребок, так уж условно говоря, победил. И каждый думал, это мой мотор там стоит вот сейчас. После войны стройку возобновили. А уже 2 апреля 1951 года завод выпустил первый Кокс. Затем на протяжении десятилетий предприятие развивалось и модернизировалось. Помимо Кокса и газа, здесь стали производить аммиачные удобрения, кислород, аргон, жидкую углекислоту и сухой лед. В 50-х сотрудники завода даже разработали новую бездымную технологию загрузки печей. Люди пришли с фронта, людям хотелось побеждать, они умели работать и, как многие говорили, руки соскучились по труду. Конечно, сюда собирался народ, в основном это молодые люди, комсомольцы, как тогда называли. Игрались в комсомольские свадьбы. Здесь было шумно, весело, дружно, трудно, но на самом деле завод строился. Кризис на Москоксе, как и на многих предприятиях, наступил в 90-е. Именно на эти непростые годы пришлась глобальная модернизация производства. Дело в том, что коксовые батареи к тому времени износились и требовали перекладки. Чтобы сохранить завод и провести ремонт оборудования, директор Москокса Юрий Тимофеев нашел не совсем обычный выход. Предприятие открыло производство бытовой химии, сантехники, парфюма и даже видеокассет. Так работали до 97-го года. А после спрос на кокс начал восстанавливаться, а предприятие возвращаться к своему предназначению и наращивать обороты.